Высокая скорость, неровное покрытие и затяжные прыжки. Мотокросс для обывателя – сложный и опасный вид спорта. Отчасти с этим можно согласиться, однако гонки на специализированных трассах куда безопаснее, чем бездумная езда по дорогам общего пользования. Доказать это – миссия Краевой Федерации Мотоциклетного Спорта. Чемпионаты первенства региона по мотокроссу – один из шагов воспитания гоночной культуры. Эти старты – уже профессиональный спорт со строгими правилами, в том числе и относительно защитной экипировки. Это прежде всего, во-первых, у них шлема очень прочные, на них одеваются специальные защитные защиты, то есть на коленники, на локотники, на грудник специально, чтобы спину не сломать. Воротник, как называемый, это шею закрывает при падении. Мотоботы, обязательно в мотоботах, иначе ноги просто вывернут на диражах или где-то, потому что ногу выставляют. Участие в стартах приняли 45 гонщиков от 6 до 60 лет. Младший из участников – Мирон Рухая. Он выступает в самой юной категории на мотоциклах с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Несмотря на возраст, Мирона сложно назвать новичком. Раньше у меня брат занимался, и потом я подсоединился. Я первый же день, когда начал заниматься, я осмелился и привык к мотоциклу. Мы тоже уличные, мы абсолютно не поддерживаем уличные гонки. Наши дети не катаются на улицах, по дворам, ни в коем случае, никогда. То есть этого мы им не позволяем. Это, опять же, в первую очередь безопасность их и безопасность других людей. То есть из-за этого мы в определенных специально оборудованных площадках. Мотокросс – требовательный вид спорта. Это относится и к мотоциклу, и к водителю, который должен разбираться в технике, уметь правильно выбирать траекторию и не бояться идти на обгон. Как показывает практика, профессиональные гонщики – спокойные участники дорожного движения. Весь экстрим остается на трассе. Мне интересно из-за скорости и из-за прыжков. И получаешь такой большой адреналин, и это прикольно. По итогам соревнований Федерация мотоспорта сформирует сборную края. Она представит наш регион на уровне Сибирского федерального округа. Если алтайским гонщикам удастся показать достойные результаты, то они смогут выступить и в главных стартах страны. Вадим Слюсарев, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости.